Утро Курбан Байрама встречают молитвой. Мужчины приходят в мечеть на рассвете. Женщины в это время готовятся к празднику дома. Для каждого течения свои традиции совершения праздничного намаза. Но практически все сходятся в одном. Сегодня утреннюю молитву должен совершить каждый прихожанин. Согласно Корану, Аллах повелел пророку Ибрагиму принести в жертву единственного сына. Но в последний момент заменил мальчика ягненком. Эта традиция символизирует запрет проливать человеческую кровь. Мы в эти дни стараемся друг друга поддержать, накормить голодного, нуждающегося. И через эти поступки мы приближаемся к нашему создателю и становимся единым народом. И между нами царит мир, спокойствие и порядок. Курбан Байрам приносит жертву барана. Мясо делят на три части. Первую раздает родственникам и друзьям. Вторую – малоимущим. Третью оставляют себе. Перед Богом исполнить долг, что мы все братья мусульмане. И друг другу должны помогать. И мы еще должны делиться с немущим, чтобы всем было хорошо в эти дни и вообще в жизни. Это семейный праздник. Поэтому после молитвы мужчины спешат домой к семье. Будем до страха накрывать. Всех гостей, знакомых, родственники придут. Там их встречаем. Барашек обязательно. Сейчас идем, барашек будем резать. Их-то будем встречать. Двери дома в этот день открыты. В доме Мугульсу Мнагаевой сегодня особенно многолюдно. Прежде чем сесть за стол, читают праздничную суну, прославляя Аллаха. Праздничный стол ломится от угощений. Здесь чак-чак, пироги, конфеты и фрукты. И обязательно кайнары. Без них астраханский Курбан Байрам сложно представить. Но все же к этому празднику нужно готовиться в первую очередь духовно. Он должен быть чистым. Это у нас честный, порядочный заряд. Вот тут душа у нас. Вот это Бог видит нас, слышит в любое время. Курбан Байрам знаменует окончание хаджи. Каждый год десятки астраханцев отправляются в Мекку. Согласно вере, паломничество в святыню должен совершить каждый мусульманин. Мугульсу Мнагаева копила на паломничество несколько лет. Посетить Мекку ей удалось в 2008 году. Бог мне дал, видимо, видение такое. Видение. Да, удивительно. Я вот только лицо ее видела. А тут тоже что-то такое шикарное. Ну, ни рук, ни ног я не видела. Только лицо успело. Миг какой-то был. Я в 2009 году была в хадже. Это, как говорится, подарок Всевышнего. Что мы бываем в таких местах. Кому это предназначено? В раю. Праздник Курбан Байрам продолжится три дня. Правоверные в это время будут обмениваться подарками и угощениями. И самое главное – добрые дела должны идти от сердца. Наталья Фламина, Руслан Срывченко, Игорь Нифиденко, Центр новостей. Игорь Нифиденко, Игорь Нифиденко, Центр новостей.